СПОРТИВНЫЕ ФАКТЫ Министр спорта нашей страны Виталий Мутко и генсек FIFA Шером Вальке остались довольны ходом подготовки к турниру. Оценил Советы Олимпийский стадион Фишт, как я уже говорил, потенциальную бронзовую арену чемпионата. Я живу в Монтрёх, Швейцарии. Я очень люблю кататься на горных лыжах, поэтому в Сочи мне очень понравилось. Благодарю за степеньство. Мы очень хорошо посмотрели город, посмотрели стадион. Стадион потрясающий. И он очень хорошо подойдет для того, чтобы проводить там матчи Кубка Конфедерации и чемпионата мира. Также на заседании обсудили турнирную сетку первенства. 64 матча пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Виталий Мутко отметил, что каждый из стадионов чемпионата мира принят как минимум по 4 матча. Озвученные города, которые примут Кубок Конфедерации 2017 года, матчи пройдут в Сочи, Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Кстати, именно северная столица России примет следующее заседание Совета Оргкомитета и ФИФА. Состоится оно в феврале и на нем пройдет жеребьевка отборочного раунда Мундиаля. К футболу сегодня еще вернемся. Ну а сейчас ненадолго перемещаемся в Японию. Сегодня там стартовал чемпионат мира по самбо. В пригороде Токио в спорткомплексе на Кадай уже прошли первые бои и оба представителя Кубани свое выступление на турнире завершили. Завершили по-разному. Первым на татаме вышел Василий Караулов, самбист из Армавира. Он выступил в весовой категории до 52 килограммов. Итог – бронзовая медаль, которой сам спортсмен почему-то остался недоволен. Но ничего страшного, он еще молодой, ему всего лишь 23 года, так что все впереди. Второй наш самбист – представитель города Краснодара Денис Королев. Выступил не так удачно, он остался без наград. Его весовая категория до 68 килограммов. Но то же самое, что и с Василием. Наверное, скажем, что все еще у Дениса впереди, так что удачи ему в дальнейших выступлениях. В общем, чемпионат мира по самбо для кубанских спортсменов завершен, зато возобновляется чемпионат России. Двухнедельная пауза закончена, игроки из сборных вернулись. И уже завтра оба наших клуба проведут встречи 14-го тура Премьер-лиги. Футбольный Краснодар дома примет действующего чемпиона страны – московский ЦСКА. К этой встрече черно-зеленые подходят не в полной боевой готовности. В игре с армейцами и быкам не помогут травмированные Владимир Быстров и Александр Мартынович. Статистика личных встреч пока в пользу москвичей. В семи матчах у них три победы, однако последние две встречи завершились в пользу черно-зеленых. В случае победы в завтрашней игре горожане опередят армейцев в турнирной таблице. ЦСКА пока второй. Он опережает нашу команду всего на одну очко. Матч пройдет на главной краевой арене. Начало в 16.30. А в 7 вечера на газон питерского стадиона Петровский выйдет Кубань. Желто-зеленые сыграют с лидером чемпионата «Зенитом». К этой встрече команда также подходит с потерями. Точно не сыграют травмированные Артур Тлисов, Георгий Букур и Владислав Игнатьев. Под вопросом участия в «Марлик-Дарбиу» оба приложения к активам, кстати, офисы с сборными, Буркино-Фасо и Ганны пробились в финал Кубка Африканских наций. Еще одна наша Кубань – хоккейная. Свою очередную игру чемпионата ВХЛ провела дома. В Краснодарском ледовом дворце грифоны сражались с Тверским хоккейным клубом, одним из лидеров турнира. Понятно, в общем, кто считался фаворитом. Конечно же, гости, хозяева. Перед этим матчем потерпели пять поражений подряд. Получили шестое или неудачную серию прервали, прямо сейчас узнаем. К этому матчу команды подошли в разном настроении. Тверской коллектив довольно стабилен. К поединку с краснодарцами он обосновался на пятой строчке таблицы. А вот грифоны проиграли пять матчей подряд и оказались в некоторой психологической яме. Печальная серия отразилась и на посещаемости. Ледовый дворец едва ли заполнился наполовину. Хотелось бы, чтобы болельщик пришел на трибуну и поддерживал команду. Не то, когда она выигрывает, но и в тяжелую, трудную минуту. Помогательная команда все. Игру команды начали без раскачки. С первых же минут территориальным преимуществом завладели гости, считавшиеся перед началом игры фаворитом. Тверской коллектив очень умело действовал в позиционном нападении. Хозяева же грамотно и быстро контратаковали. Действие не оказалось второе. Под занавес периода грифоны вышли вперед. Чистяков после передачи Шепеленко открыл счет, реализовав большинство 1-0. Во втором периоде характер поединка не изменился. ТХК по-прежнему подолгу атаковал. Кубань искусно ловил оппонента на контратак. Трасти на льду накалялись. Игра стала очень грубой. Практически все 20 минут команды провели в неравных составах. Именно в большинстве в начале 20 минутки Кубань удвоила преимущество. Отличился Шевченко. Спустя пару минут хозяева пропустили. После этого пошел открытый хоккей, который наверняка понравился публике. Восприяли духом и пара болельщиков из Твери, расположившиеся напротив фанатского сектора Кубани, численность которого была в 10 раз больше. Все происходит по одному и тому же сценарию. Хоккеист отправляется на скамейку штрафников и противник четко реализует большинство. Особо в этом преуспел Аслан Раисов. Сначала он забросил третью шайбу Грифонов, увеличив разрыв в счете. А после того, как Тверская дужина снова сократила отставание, забил еще раз. 4-2 к началу третьего периода. Но несмотря на дубль, Аслан собой остался недоволен. В бразильский хоккей в этот вечер играла и команда Раисова. В начале третьего периода Кубань снова пропустила. 4-3 и захватывающая концовка публике гарантирована. Так и получилось. В последние минуты гости буквально заперли Кубань на ее половине площадки. За полминуты до финальной сирены Тверской клуб снял с игры вратаря и выпустил шестого полевого игрока. И тут же поплатился за это. Ердаков филигранно бросил со своей половины площадки, установив таким образом окончательный счет поединка 5-3. Кубань одерживает красивую победу в невероятно напряженном потокалу поединке. Иван Полехин, Евгений Резник и Дмитрий Ланин. Кубань 24. Краснада. Следующая новость также о Кубани. Очередь Кубани гандбольная, ряды которой скоро покинут три человека. Покинут, к счастью ненадолго и по приятному поводу, отправятся в расположение национальной сборной России. Первый человек это, конечно же, Евгений Трифилов. Легендарный тренер и Кубани, и национальной команды. В составе этой национальной команды Мария Гарбус, главный бомбардир Краснодарского клуба. Ну и капитан Кубани Оксана Киселева также там. Тренироваться девушки начнут 23 ноября в Новогорске. Ну а на Евро российская команда отправится в начале декабря. Пройдет турнир в Венгрии и Хорватии. Рассчитываем на то, что все наши девчонки на чемпионат Европы попадут. Ну а пока наши кубанские гонболистки в другой стране. В Дании завтра и послезавтра наша команда там сражается с Митьюландом. В третьем раунде Кубка Кубков. Соперник один из сильнейших клубов Европы. Об исходе двухраундовой дуэли рассказываем уже в понедельник. А сейчас переходим к рубрике Герой недели. Это серебряный призер Лондонской Олимпиады, тяжелоатлет из станицы Новом и Шлацевской Александр Иванов. И сегодня он порассуждает о следующих бразильских Олимпийских играх. Да, конечно. Это у каждого спортсмена такая мечта и цель такая. Тем более сейчас уже выиграны более-менее. Я и чемпион мира два раза был, он на Олимпиаде второе место. То есть что-то в принципе вокруг да около я кручусь. И я по силам и по своему вообще самочувствию я себя чувствую замечательно. То есть психологически. То есть я готов бороться за голодую медаль точно. Главное сейчас не травмироваться, не сделать каких-то глупых вещей. Олимпиады это такое соревнование, там все равны. Вообще каждый человек, он между собой там, ну разумеется, до Олимпиады. Там сюрпризов не будет, уже все друг друга знают. Все будут равными. И это вообще будет и тактическая борьба, и психологическая борьба тоже. В общем, тяжело там, конечно. И еще и вот это давление на тебя. То есть ты сам на себя давишь тем, что ты чувствуешь себя очень обязанным там выступить. Это вообще тоже там надо с этим уметь справиться. Главные соперники, все соперники. То есть вообще самый главный соперник это штанга. То есть мы между собой как-то не конкурентно. Мы поднимаем штангу, тебе ставят вес, тот, который ты заказываешь, ты его выходишь, поднимаешь или нет. То есть все в принципе просто. Полное интервью Александра вы увидите в воскресенье. В итоговых спортивных фактах начнем в 19.30. Включайте Кубань-24, будет масса интересного. Ну а факты сегодняшние завершены. Приятных вам выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова